1 треть хронические должники не носят своими на я показываю теоретически я всегда платил 10 три десятина табита 18 1 10 на священство второе на устройство храма 3 милостыни и однажды позаврошлым году мы ехали в аркутске я встретил он называется пастор у них фамилия все знаю и мы ролик сняли у него в доме я впервые встретил человека который понимает он сам пресвитер а я всю жизнь плачу пять-десяти вот это благословение видео с кинемное на сайт пожалуйста виктор вот я вообще не все равно мне еще в интернете объявления там еще раз для ваших знакомых до конца закончили отец сергий сейчас перерыва слава христос сейчас подожгли половина буквы сгорела так вам что-нибудь нужно там чем чем по городу да нет спаси христос нет такого это означает на этом месте была раскрыта там по-моему а вода это знаете прорвало трубу и когда же на библиотеку все огрушилось от воды вот такой случай завтра тогда я приду приглашайте больше людей пока время такое благоприятное пока время такое благоприятное пока время такое благоприятное вы с кем встречались из сектантовского кто вам относили нет никто вы 20 его учитали а вы видите 25 потому что это все от Бога а в 25 говорится сделайте но теперь совместите да да там обязательно сделать изображение христос которые глаза есть и не видят и слушают и не слышат а Бог помилевает сделать нельзя делать то что от Бога уводит а то что приводит Богу необходимо сделать а потом Евангелие вы поняли нет или не поняли если написано не дело изображения это идолов а иконы иконы это повеление Божие и когда Христос пришел в храм выгонял из храма то он назвал дом мой он не сказал это как еще дом мой дом и молитвы навещаться а вы его сделаны потом меня может поднимать в верхнем разборе почитали это? да а Христос пришел в какой храм это храм который Зарвавель построил и он был вес в иконах от кола до потолка внутри и снаружи написано были изображения изображения слова вы понимаете по-гречески иконы и Христос пришел в дом который по его проекту был построен с иконами так что сектанты ничего не понимали здесь иконы нужны там написаны имена Божьих Божьих людей написаны на небе но образов не было потому что люди до Христа шли в преисподние места теперь они на небе и поэтому там у нас и образовались по образу небесного а молиться кому хотелось? а это стостроить то есть молиться поклоняться можно да? иконом и не молился иконом на молнице икона вот она стоит допустим я посмотрел на икона что она на пометах я его увидел я прохожу портрет отца вашего вести знаю уважаемый человек вы знаете его губернатор фамилия не знаю Шпарова кто он там был который в автобусе утонул чемпион мира спас людей таких людей больше нет в мире как он в другой раз спасал от пожара я нынче на олимпийских вы знаете он тринадцатикратный по всему да я как его правильно я забыл честно говоря потому что это шар как-то вот так вот да забыл я правильно говорю что это ну икона 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 стоит я ее вижу он да можно же там помолить там свитой я не япония это в себе не позволяет это высокая развитая нация на всех пуговах японии застегнут пусть так все так мы на обед стойки пожалуйста вот сюда вот вот так чтобы свет 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 тут есть вот отлично батюшка вас благословили как сказать попросил с нами поехать на понедельник понедельник там рано поедем ваша задача только молчать и молиться все хорошо поддержка огромная да 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 это мой брат родной вот у меня такой вопрос да я вот когда почитал евагерин там не знаю накрутся на стихи которые где написано не говорите на земле никого отца потому что называть ему не надо потому что отец один на небе вот не говорите никого наставник наставник потому что это я наставник вот по нему вы теперь начинаете строить надо в совокупности брать всю библию апостол он это знал ну как он не знал когда он был такой апостол а в другом месте он говорит и хотя у вас говорит доставник но я родил вас во христе я ваш отец он себя называет отцом а написано называйтесь а Павел говорит я вас родил я отец это родоначальник отец это означает родоначальник учения как называют Иванов который в Красноярском крае он родоначальник отец какого-то учения а это совершенно другое понимаете я не могу понять одно Павел написал это слова Иисуса Иисуса Христа Павел понимал эти слова нет я думаю не понимал не понимал все писание Бога Духна верна писали святые божи-человеки и Павел говорит я думаю имею ввиду поэтому правильно он говорил сталковать это не то что нельзя его называть отцом лучше не надо называть если он не соответствует тот священник когда называет отец а он никого не родил никто не обратился это ложное название он отец и тогда когда кого-то родит я приехал в храм в Грузии и выступает священник и говорит на меня вот он говорит приехал Духовный Отец он священник и я честенник почему вы кого-то привели в виду вы для него отец он через меня он через меня родился пришел в православие и он меня в храме всем народом называет отцом это естественно я не могу изменить никак Павел говорит я родил а раз я родил Авраам родился Аков а кто Авраам отец и этот родил и Аков ну кто для него ну родил а почему не женщина потому что по мужской линии надо вести родословно по женской запрещается вот у меня много духовных счет для них я являюсь отец но мне не надо называть я не хочу этого я приехал в прошлом году были мы в Азербайджане и мы идем с мусульманкой я смотрел вы увидели я смотрел вы очень там следить я идем по дороге а ее спрашивают это ваш муж она говорит нет это мой духовный отец приехал это мой учитель приехал мусульманка христианскому проповеднику говорит это что уже стоит а вот у меня такой вопрос возник очень серьезный вот вы сказали что нельзя вот например я захожу в храм я вижу там икона Макарья Великого или там Матрёв Макарья Великого нет у Антони Великого, а Макарь нет у Макарьи египетский да я на примере покрестился поклонился т.е. это же не грех это не грех я не говорю что грех но повеление это поклонение я имел нельзя ли поклониться ни в каждом повеление нет то есть я могу этого не делать может и не делать но икону не едва Но если я сделаю, я не грешу перед Богом. Мы ничего не погрешили. Но повеления нет. А молиться, например, чтобы ему... Кому? Бакарию, но не иконе. Не, это всего лишь образ его. Это образ. Вы иконы к первому образу. Первый образ на небе. И я мысленно, даже перед иконой, мне икона не нужна. Если я знаю, что Бог не есть. Ну, допустим, я разговариваю с вами. Мне не надо ваш портрет. Я с вами разговариваю. Я с Богом разговариваю. Зачем мне его портрет? Ну, он есть икона, вот такой портрет. Он мне не мешает, он приближает. Ну, мы уже не делаем так. Если с матерью я разговариваю, мне портрет не надо с портретом разговаривать. Когда она сама живая. Так точно перед Богом, перед Ангелом. Но я могу молиться Макарию? Можете. Я каждый день молюсь ему как раз. Я молюсь всем святым, мученикам. Он знает долго, я перечисляю больше ста. То есть, например, попросить его молитв? Молиться его молитв. Чтобы они молились о нас. Потому что чувства любви переходят в грань земной жизни. У Бога все живы. Понимаете, доказательств много, но доказательства из Священного Писания самые сильные. Были такие самаряне, они признавали только пять книг Моисееву. И больше ничего не признавали. И они садукеи такие же были. И вот они подошли ко Христу. И помните такую басню? Женился, умер. Другой взял и умер. И семеро брали, умирали. А когда восклицают, кому она будет женой? Ну никакой третий никогда не взял. Потому что она смерть, чума болотная. Как на ней жениться-то? Ну, а для чего доказать, что не воскресают из мертвых? А Господь им сказал, а вы даже не слышали, как в Моисеев, когда Бог открылся и говорит, я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иоанна. А какое доказательство? То, что не говорит, я был, но я есть сегодня. Авраам умер, Исаак умер, Иоаков умер. А Бог говорит, я сегодня и Бог. Но у меня было пять сыновей. Трое погибли. У меня спрашивают, сколько сыновей будет? Двое. Я не могу сказать пятеро, потому что их осталось. Трое убитые были. Два сына остались. И эти, а они не умерли. Господь говорит, они у меня живые. Вы считали? Считали. Что еще доказывать? У Бога все живы. И поэтому, вот умер человек. Вот сейчас он, Леонов этот, о котором говорят. Вот его там застрелили и прочее. И еще в дороге мы едем, я его слышал, я их призванно молил. Он, Дорвем сидит, этот рядом. И мы сразу помолились, упакуй его, Господи, в обительных телесах. Он за войну врат его, а от войны погиб. Вот это все. Мне очень жаль него. То есть, как я Вас могу попросить помолиться за меня? То есть, Вы живой? Это так же живой Сарафим Саровский? Это так же мне. Моли Бога во мне, я каждый день молюсь. Церковь никогда по-рубому не понимала. Это узо сектарского мышления. А почему не прямо к Христу это молиться? Да. А это что Вам? Вишни разлили? Нет, просто не молимся. А мы молимся разлили. Не молимся просто. Мы Христу молимся. Да. Вот у меня, допустим, лес только сто. Четки перебирают. Знаете? Да, да, да. Ну, видишь, четки. Перебирают. Да, да, да. И сто это по десять. Десять поклонов. Я первые десять поклонов молюсь, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И вот прошу, Господи, прими от меня благодарность Бога Иегова за то, что Ты избрал меня. Следующий поклон делай, Господи, благодарю Тебя за тот день, когда дал мне веру в Тебя и страх Божий, ожидание суда Божия. И делаю поклон. И опять благодарю, Господи. Да будет благословен день, в который Ты дал мне Святую Библию в руки. Господи, слава Тебе. Слава Вышней Богу на земле, мир человека и благоволение. И кланяю снова. Свят, свят, свят Господь, вся земля полна. Слава Его. Это пророк Исаия, первая глава. Я поклон делал. Десять поклонов. Дальше я обращаюсь к Божьей Матери, которая живая перед Ним. Она с телом взята. Пресвятая Госпожа Благоводица. Моли Бога обо мне грешного. Матерь Божья, Ты сохранила меня от предательства, измены, малодушия, уныния. Я ей молился. Благодарю Тебя. А что Бога недостатыша, это Его Сарство. Сарство пустым никто не позволил делать. Оно полно ангелов и архангелов, святых. Это узкое сектантское мышление. Вы где-то с ними уже соприкоснулись. Нет, где-то это самое. Просто так, где-то, где-то какой-то ветер поветрили. Я слишком хорошо их знаю. Я честно с вами не ходил. Просто мы всегда с тем, что... Я уже знаю, 20 глава, читал на архангах, и когда мы находились хранят, и тогда, простите, обсуждали. Ну ладно, допустим, мне о том не слышалось. Я скажу, это обязательно злой дух научает одинаково, как все. Если не лично люди, то тот дух, который научает. Вы же знаете, на небе святые. Связь не нарушена. Дальше 10 поконов ангелу-хранителю, который меня хранит на дорогах, в воздухе, под водой. Я на воде много плавал, моряком был. И меня Бог сохранил. Другие утонули, наш корабль целый остался. И я благодарю, ангел, ты провел меня трудной жизнью и остался. Я встаю утром, тут зарезали, тут убитый в лагере. В тюрьме я сидел, за слово Божие. А у меня ангел сохранил. Почему? Я не знаю, благодарю тебя. Ангел, не покинь меня в смертный час, когда душа будет выходить из тела. Не покинь меня. И душу мою проведи по мытарству, и введи в царство Божие навеки. Ангел, не покинь меня. Мне не запрещено, почему он святой ангел. Это три. Четвертое я у крестителя. Он бедный был. Я говорю, Господи, научи нас жить в бедности. Имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Мы каждому дар их жилье. И опять кланяюсь. Иоанну Крестителю. Это великий, самый рожденный жен. Третий, четвертый, Никола Чудополис. Скорый помощник в бедах. Я молился, он усмирял начальников. Он усмирял больших деспотов. Я ему благодарен. У меня теряли животное. Я знаю, что делать. Он нашел внезапно. Потерял собаку. Кто-то взял. И вдруг в среди ночи милиция звонит. Это ваша собака? Привезли прямо домой. Это не это. Другая была собака. Я благодарю Бога. Вот уже пять. Пятьдесят поклонных. Следующие пророки. А так как я их знаю, я перечисляю пророков всех по именам в Библии, которые есть. Исаак, Иоак. Всех. И каждого прошу. Умолите Бога, чтобы он церковь исполнил духа пророческого. Чтобы церковь вышла навстречу иду. Моя душа со святительниками истинной веры. И сосудами, полными Илье добрых дел, соделанных в духе святого с любовью. Это я пророкам молюсь. Следующее. Это уже седьмой десяток идет. Это святые ангелы, архангелы, небесные силы. Святые апостолы. Святые евангелисты Матфея, Марк, Лухаян. Молите Бога обо мне грешнем. Они живые. Они слышат. Откуда вы знаете? Из Библии. Из Библии написано. 12 глава. 12 глава послания к евреям. Мы приступили к духам святых, достигших совершенства. Написано приступили как? В молитве. Евреям 12 глава. Павел приступил. А почему я не приступать? А как приступили? В молитве. Впереди написано Христу. Как приступили к молитве? Теперь. Они на небе знают, что на земле делается. А откуда вы знаете? 5 глава 4 стих откровения Иоанна Богослова. И видел я души под жертвенником, которые выпияли. Владыка святой истины. И доколе им сель за нашу кровь. И было сказано им данная белая одежда успокоить на короткое время, пока и ваши сотрудники не придут сюда. Библия говорит нам. То есть они знают, что на земле палачи эти еще не отомщены. Их не судили. Их к стенке не поставили. У детей хоть повесили там сколько-то. И они на небе это все знают. Это Библия говорит. Мой институт. Так вы как считаете Библию-то? Один из них вырубил и все. Библия это совокупность. А совокупность, вся Библия, чтобы не противоречила одно место другому. Это только православная церковь. А везде все это, знаешь, как в танке, смотрят щель. Секта это узость взгляда на истину. Узость. Она узко-узко. Вот понял? Крестить надо во взрослом состоянии. Это баптисты. Адвентист в случае суббота. Он умер на субботе, наверное. Больше не видит. А в субботу Христос в преисподней был. Он запутался. Теперь надо ему докладать, что преисподней не было. Никогда преисподней не было. Так написано. Они вышли. Да он душой сходил. Теперь ему, чтобы субботу оправдать, надо доказать, что души нет. Они говорят, что души у человека нет. Так ты так тараканом иди проповедуешь, и души нет. Понимаешь? Влечение праздновать субботу привлекло к отрицанию преисподней ада и отрицанию души у человека. Я миссионер. Я обязан это знать. И тогда адвентисты остановились. У нас адвентист, она пришла, покаялась, стала православной. Потому что нам сплошное заблуждение идет. Но! Я добавляю это очень хорошее мнение. Они правильно питаются. В Америке самый продолжительный срок жизни до долголетия это адвентисты седьмого дня. Они все время в спортзале везде занимаются. Но все равно он врет. Кто говорит, не курит и не пьет, то здоровьем он врет. Это да. Светлана, у тебя какой вопрос был? Какой вопрос был? Да, все же вопрос был. Смелее, девушка, смелее. Такой раз в жизни бывает. Еще что? Ну спроси, какой у тебя вопрос? Я тоже, как ты сейчас стеснялся. Ну вы поверите, что большая тема душа. Мы вас постоянно смотрели в интернете. Ну вот сейчас на самом деле смущаюсь. Как-то неловко становится. На самом деле очень рад, что я с вами встретился. Видите, на наш форум вам хотел. На самом деле я даже не думаю, что в форуме может быть такое. Визитку сейчас. А, я вашу визитку еще отдал. Еще одному сейчас. А, в метро я вышел с книгами. Там человек. Он говорит, откуда эти книги? Я говорю, от Данилса. Я ему визитку. Это наш. Там все визитку. Здесь 1700 наших родников. 1700. Я наш с вами знаю. Спасибо. Мы ничего не выдумываем. Я вам доказываю на основании Святой Библии. Я тоже так смотрю. Еще был один человек. Его убили, кстати говоря. Он тоже как миссионер. Его отучили от церкви. Но все равно его псыгняты похожи на ваши. Ну это Валер. Как звали? Может быть. Мне где-то подарили. Это Валер. Это Валер. Это Валер. Это Валер. Это Валер. Это Валер. Вы знаете чего? Мы забыли. Армянский 13-кратный чемпион. Когда упал в автобус. Он упал в автобус. Как его фамилия? Как его фамилия? Он прошел в автобус. Ну слышишь? Да. Я слышал. Армян. Чемпион. Армян. Которые упали в автобус на 10 метров. И он у последних сидений вытащил этот человек. А потом горел дом. Пожарные не могли туда. Он опять бросился. И опять людей спас. Это герой нашего времени. Этот армянин. Который нырял. Доставал. А потом из огня. А нынче он с олимпийским огнем. Да. 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 Фамилия не может. Я сейчас уже не вспомнил. У нас же там две буквы Р и Ш и должны быть. Ну. Ты же даже мы своих. Последний вопрос. У вас не так много героев. Вы даже не знаете. Это нехорошо. Вы обязаны знать. У нас много героев. Почему? Такого нет никого. Он один. А. А такого? Во всем мире никто больше не повторил его подвиг. Это нельзя. Во время, когда упал автобус, он не потерял ни одной секунды. Он рискует жизнью. И он потерял все. Он не стал больше спортсменом. У него начались болезни. Он нырял в ледяную воду. Спасал. Это святой человек, если он верующий. Он вот-вот душу положить до ближней смерти. Вот где? Да. Это истинное подвиги. Вот это Армянин. Подвиги. Мы в прошлом году были в Грузии, а потом в Армению заехали. Я смотрел это. А из Армении в Азербайджан проезда нет. Мы опять вернулись в Грузию. И когда поехали в Азербайджан, нас задержали сразу. А вы были в Армении, печать стоит. А сколько были? А их КГБ с вами беседовало, нет? На таможне нас. Нас там трепали, трепали. А у меня вот веревочка. А что за веревочка? Другая. Больше. У меня баспорт привязан. А нет. Вы видели? А это что? Ну как будто я сейчас замкну и взорвет. То, что я у Армян был. А были там несколько веществов. И они меня там давили, трамбовали, трамбовали. Обои, все в троих. Ну не доверие. Я говорю, а кто родные? Никого там нет. Мы в библиотеке были. В Гереване мои книги, в библиотеке все. Мы получили бумагу. Матерада национальная. Национальная. Я посмотрел, там чуть грязновато было. Я десять лет назад был там. Последний раз вот вы нас поедали. Реально вот возле реки вот там, когда мы были, да? Возле реки какой-то ночевали. Да, да, да. Я это все смотрел. Я за вами давно слежу. Я был очень рад, что вы там. В Гереване, и у вас будут какие-то вопросы. Вы на национальную библиотеку. Придите, спросите. Нас там в Орленте встретили. До того они радушные все. Прямо мы встретили, как будто нас там ждали. Нам очень понравилось. Потом в озере там Севастейском искупались. И тоже ролик есть там. Я знаю, что собака там плала. Хотел тоже собаку видеть. Мы людей не разделяем. Мы знаем. Люди разделены на два только класса. Верующие и неверующие. Ни нации ничего не играет роль другого. Да, да, да. Так, вопросы? Вот, вот. Нет. Она хотела вот. Так все, я свободен. Все, спасибо, Наш. Спасибо. Спасибо. Я тебе сказал первое? Спрошу. Ты не спросил, а ты спросил. Да. Не стеснялся. Ну, вообще, вот как бы. Завтра будут с товарищей. Я их сюда направлю. Спартанда получилось. Тоже в шоу. Такli минус position. Батюш, тут 15 сея написали. Тоже война 15 сея написала. Г brothers, вы не можете встретить на сов J.